Друзья, всем привет! Это канал Акстар! И сегодня, возможно, последнее видео. Вы знаете, что ходят слухи, то, что Ютуб закрывают, Инстаграм уже. Пока. Но давайте не будем о плохом. Единственное, что я хочу вас попросить, это подписаться на свой Телеграм-канал, потому что там я буду писать новости, всякие анонсы. Может быть, какая-нибудь другая площадка появится. Поэтому очень прошу вас подписаться, чтобы не потерять связь. А сегодня малыш-преподаватель. Комментарий с этой идеей набрал просто бешеное количество лайков. И я сразу начал организовывать съемки этого ролика. И это было невероятно сложно, потому что найти ученика, который хочет научиться играть на гитаре в интернете и который не знает меня, просто таких очень мало. У меня было больше 40 занятий, только 3 попало в видео. Надеюсь, вам понравится. А, и, кстати, вы, как вы знаете, монетизацию отключили, поэтому на роликах больше не получится зарабатывать. Но у меня есть курс по игре на гитаре. Если вы хотите научиться играть на гитаре и поддержать меня, ссылочка в описании. Скоро выйдет, кстати, еще и второй курс. И если все-таки все прикроют, в Телеграме вы как раз узнаете о выходе второго курса с фингерстайлом. Все. Приятного просмотра. Подписывайтесь на канал. А, уже подписывайтесь на Телеграм-канал. Вот. Погнали. Да. Здрасте. Добрый вечер. Здрасте. Вот. Урок гитары. Да. А мы договаривались с Сергеем. Да. Это я, Сергей Александрович. Подождите. Сергей Александрович. Да. Просто... Ну, вы списывали по объявлению про урок гитары. Просто я свою фотку посчестнялся выкладывать. Но я умею играть и учить умею. Хорошо. Да? Давно? Вы давно занимаетесь? С детства. С детства. Хорошо. У меня было много учеников, так что опыта у меня много. Могученик. Да, я подрабатываю. Таким образом. Итак, давайте... Я, может, перезвоню? Я... Ну, серьезно. Все нормально. Давайте просто позанимаемся. Вот. Вам понравится. Мне сказали, что это обычная гитара. Да? Все правильно? Да. Здоровская шестиструнка. Все хорошо. Итак, берем наш инструмент. Дмитрий, пожалуйста. А вам сколько лет? Ну, нет... Ну, если это проблема, можно, конечно, нет. Мне 12. Я в некотором семье нечестно говоря. Это очень мило. Все нормально. Я справлюсь. Хорошо. Так, что делаем? У меня есть план занятия. Сейчас я его посмотрю. Начнем знакомиться с нашим инструментом. Итак, у нас есть вот эта дырка. Называется она... Отверстие. Но можно назвать... Я, например, называю ее бубликом. Бубликом. Ну, он такой же круглый, да. Вот. В целом все. Вот это? Вот это? Да, это... А у вас... Ааа... Вам нужно гитару перевернуть. Вот. И... Просто вот так вот нужно перевернуть. Ааа... Понятно. Понятно. Хорошо. Вот. Так лучше. Наверное. Как? Правой рукой. Куда я должна провести? Вот так. Минутку. Здорово. Да. Да? Так. Сейчас я сверю с планом. В общем, я не уверена в своих успехах, честно говоря. Все, все, все отлично. Не беспокойтесь. Да? У меня даже хуже получалось, честно говоря. Я, правда, не помню, как это уже было. Понятно. А вообще с самого нуля, да? Но у меня играла только племянница, и немножко старшая сестра, вот эта племянница гитары, мне дали попробовать. Если пойдет, то буду какую-то свою покупать, наверное, я не знаю. А какую нужно? Мне просто родители покупали, я поэтому сам не знаю. Понятно. Хорошо. А можно я сейчас позову папу, он скажет? Да, давай. Что ж такое? Тут спрашивают, какую гитару... Иди спать! Иди спать, на. И уже ни уроки, ни очи, ничего. Что же можно, ладно? А? Ну, я работаю. Я, Петя, с какой-то вот, сам пухирую, свой это, выключай. Сейчас, извините, сейчас. Ну что? Не, нормально, я сейчас минуту. А? Все, я работаю. Давай, выключай уже. Сейчас я доработаю минутку, пожалуйста. Какую минуту весь день сидишь на? Сидоровые, это. Иди спать, там мать уже, это, ругается. Давайте я перейду по-позже. Извините, пожалуйста, сейчас. Может, мы на дамку перенесем? Нет, нормально. Их тоже не громко, не игрательно. Люди спят там, не это. Извините, пожалуйста. Давайте я вам потом расскажу. Давайте переорганизуем занятия, ну просто... Нет, все хорошо, правда. Хотелось его получить все-таки. Давайте как-то это, сорганизуемся. Все нормально, давайте попробуем. Итак, можете повторить, что я рассказала про гитару? Ну, что у нее есть отверстие, которое вы называете бубликом. Да, все верно. Так. Что дальше? Что дальше? Ну, что мне нужно делать? Да, я это для себя. Слушайте, это все вообще не смешно. Может, мы действительно... В смысле, мне кажется, что я не по адресу, Сергей. Я просто рассказываю то, о чем знаю. Хорошо, да. Ну, вы уверены, что вы сами можете что-то исполнить? Чему-то научить человека? Да, могу сыграть, конечно. Ну, если вам не понравится, я могу вам половину стоимости вернуть. Но, извините, уже 20 минут прошло, и за них я вернуть не могу. Все-таки я наработал их. Понятно. Понравится, не понравится. Ну, слушайте, ну, просто серьезно надо как-то писать о том, какой у вас уровень вообще преподавания, владения инструментом, и как-то... Зачем так относиться? Давайте я начну. Я готов. Погнали. Раз, два, три, 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 три. Раз, два, три, три, три. Раз, два, три, 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 три. Раз, два, три, 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 три. Раз, два, три, 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 три. Вот так, в целом. То есть играть я могу. Да, слушайте. Вот. Я, конечно... Играть, да, прям, прям, да. То есть... Можем продолжить занятия. А вы долго учились это играть? Насколько себя помню. Ну, давайте попробуем. Я все-таки попробую. Так. Знаете что? Нет. Если вы считаете, что следующий урок пройдет более продуктивно, то, ну, давайте, да, мы где-то договоримся тогда на следующий раз. Хорошо? На самом деле я хотел сказать, что это все маска. И на самом деле я... Ну, короче, это была шутка и розыгрыш. Мне на самом деле 19 лет, и я в целом могу нормально преподать на этот раз. Вот. Ой. Но без маски, конечно, я страшнее. Извини, пожалуйста, мне было очень стыдно. Но сейчас мы можем с вами нормально позаниматься. И деньги я, естественно, верну все. Вот. Поэтому давайте уже нормально позанимаемся. Я уже привыкла к Сереже. Как вы знаете, у меня есть гитарная академия. Если прочитать отзывы к моему первому курсу, то он получился просто невероятно крутым. И в этом видео я планировал запускать уже второй курс. Он уже готов, но мы решили его немножко придержать в связи с нынешней обстановкой. Поэтому у вас есть прекрасная возможность успеть на первый курс. Напомню, он для тех, кто вообще никогда не играл, либо играл давно. Вот. Таким образом вы вспомните, как играть, научитесь. Много чего там классного, полезного есть. И поддержите меня в нынешнее время. Там действительно стоимость всего 1000 рублей, а ценность гораздо больше. Ну и как я говорил, YouTube могут заблокать. Поэтому не забывайте подписаться на Telegram канал, чтобы не потерять связь. Там будут все новости по поводу второго курса и все остальное. Спасибо. А, и для самых продвинутых, ну, времена очень сложные. Я оставлю в описании кошельки, крипто-кошельки. И кто знает, тот знает, может помочь. Будет очень приятно. Спасибо. Спасибо. Алло. Да, я тут. Здравствуйте. Меня слышно? Слышно. Ага. Так. Все. И видно, да? Видно. А тебе сколько лет? Тринадцать почти. Так, ладно. Меня зовут Павел. Буду учить играть на гитаре. Вас. Хорошо. Хотите играть вроде бы Цоя? Цоя. Просто в объявлении было указано, что вам не тринадцать лет, Павел. А, просто я, ну, постеснялся свою фотографию выкладывать. Просто зачастую люди ненароком считают, что если человек, ну, человек там невзрослый, то он не сможет нормально преподавать. Но у меня с этим проблем нет. Я и на гитаре играю хорошо, и ученики у меня были. Вот. Я подругу играть научил. Расскажи тебе, пожалуйста, о себе. Ну, меня зовут Макс, мне двадцать лет. Я хочу научиться играть, вот, ну, на гитаре. Давай я тебе расскажу про гитару. Это гитара. У нас есть шесть струн на ней, и мы будем играть на ней. Вот это вот у нас резонаторное отверстие. Вот. В целом, отсюда у нас идет наш звук. Я это знаю, так. Ага. А вот, например, то, что это называется лады, знаешь? Я же написал вам, что тебе. Я же писал, что, ну, как бы, у меня азы есть я, начальная есть стадия. Ага. А ты хочешь научиться звезду по имени Солнца, да? Давай сначала... Да, Суэ. Давай сначала все это, я тебе еще расскажу. Вот у нас это шестая струна, это пятая струна, тут это четвертая, третья, вторая и первая. Я знаю эти струны. У нас вот первый лад, второй, тоже знаешь, третий, четвертый, пятый. Да. Я, честно говоря, забыл, как там вступление играется. Там просто баре, а мне сложно пока баре зажимать. Вот, я, может быть, какую-нибудь другую песню хочешь разобрать? Мы же переписывались, я писал про это. Смотри, у меня есть хорошая песня, называется Baby Shark. Я тебе сейчас ее сыграю. Вот можем ее разобрать. Она такая тоже классная, а потом, когда ты, ну, у тебя уже уровень поднимется, сможем перейти к более тяжелым песням. Предлагаю на ней научиться сначала играть и потом перейти дальше. Ой, извиняюсь, сейчас, секунду. Да, Роман Юрьевич? Алло. Да. А что, ты когда будешь уроку сдавать? Сейчас, подожди секундочку. Это, а что такое? Я еще не... Нет, я не понял. Ты мне когда обещал уже? Я жду, когда ты сыграешь произведение, пришлешь. Хорошо, можно я сейчас минутку и запишу, хорошо? Минутка это много. Понял, Роман. Ты мне когда обещал? Реально отчислю сразу. Уже просто ты достал. Быстро взял гитару, записал одним дублем. Я должен видеть, что все просто круто и тобой отработано. Ясно? Да, извините. Сейчас запишу. Жду. Давай. Извиняюсь. Меня было слышно? Ой. Это преподаватель из музыкальной школы. Я сейчас ему запишу быстро видео, буквально минутку, и продолжим. Хорошо? Хорошо. Я, кстати, могу не отключать этот микрофон, камеру. Можешь посмотреть, что мы сейчас разбираем там. Угу. Окей. Просто он и ругаться будет. Я вот из-за задержки такой, я скидку дам на занятие 5%. Не переживай. КОНЕЦ КОНЕЦ КАПЕЦ Сейчас я это одну секундочку отправлю в видео и продолжим. Хорошо? Смотри. На чем остановились? Какую ты песню хотел? Звезда по имени Солнце. Смотри. Вот так она может... Можно ее начать. Сейчас я... Ну вот так вот. Если ты хочешь, можем ее в стиле фингерстайла сделать. В стиле чего? В стиле фингерстайл. Это что? Это вот с... Использование ударной техники. Ладно, фингерстайл. Краткая. Если кратко. Фингерстайл это одна из самых сложных в освоении техники игры на гитаре, при котором мы одновременно используем, играем партии аккомпанемента, баса, мелодии и еще и ударных инструментов, в том числе, ну, ударных, то есть перкуссия. О, сейчас. Жестко, просто, жестко. Ой, сейчас мне не звонят. Дарман Юрьевич, я скинул. Слушай, ну это просто вообще жесть какая-то. Это ж ужасно просто. Почему? Ты просто, ты свои пальцы видел, что это за раскоряки. Ты куда тыкаешь вообще? Тебе на тракторе надо ездить, а на гитаре играть. Все, ты пушатись. Это никуда не годится. Это просто ужасно. Мы же с тобой разбирали каждую фразу, каждую... Это никуда не годится. Я не знаю. Думай, думай, думай. Все, давай, пока. До свидания. Он что, вообще вообще неадекват, не алло? Ну, он очень строгий. Ну... Ты крут просто, я в шоке. Я в шоке от того, что ты крут. Я в шоке от того, как ты играешь. Я в шоке от того, как препод с тобой разговаривает вообще. Спасибо за просмотр. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Если так, то поставь лайк, чтобы оно немножко продвинулось. Хотя бы что-нибудь успело. Вот. И не забывай про мой телеграм-канал. Там я буду все новости писать и поддерживать с вами связь. А также про мою гитарную академию. Если хочешь меня поддержать, то первый курс. Уже сейчас можешь туда вступить и научиться играть на гитаре. А также скоро выйдет второй курс. Вот. На этом все. Пока.